Давайте вот я попробую задушнить. Я напрягся. Что такое красота с точки зрения физика? Имейте дело вот с такими выражениями. Сворачивайте их сначала в такие, потом в такие, потом в такие, потом вот так. Новые исследования в области космоса, они помогают физикам или путают? Правильный научный прогресс происходит, когда вы хорошо себя позиционируете на границе знания и незнания. Насколько это портит нашу оптику восприятия? Глобальная и очень большая проблема. Они-то квантовые, а вот мы классические. Мы являемся классическими объектами с определенной вероятностью. Вы отказываете в независимом объективном существовании квантового мира. Много ли среди физиков верующих? Летит ли эта молекула пиво сюда с такой скоростью, или наоборот, это сюда, а это туда вот так? Ну мне правда наплевать. А что такое время с точки зрения современной физики? Ну вы спросили. Привет, это проект «Основы», меня зовут Борис Веденский, и сегодня у нас немного особенный выпуск. Дело в том, что раньше на этом канале никогда один и тот же гость не выступал два раза в порядке. Но сегодня будет именно такой случай. В честь дня рождения проекта мы решили пригласить Алексея Семехатова, доктора физико-математических наук. Добрый день. Здрасте. А почему? Ну потому что за этот год у нас был как минимум один по-настоящему легендарный выпуск. Именно с Алексеем, который набрал под 3 миллиона подписчиков. И мне кажется, действительно любопытный получился. И вот хочется таким образом отметить, повторить и расширить, и углубить. Спасибо. Ну намерения всегда получаются одни, а результаты всегда получаются другие. Но заодно и узнаем, что получится. Да. Ну я всегда стою перед выбором начать задушнить или начать с чего-нибудь глупого. А задушнить как можно, например? А давайте вот я попробую задушнить. Да. Ой. Я напрягся. Есть ощущение, что мы с вами, как люди, смотрим на мир из достаточно узенького такого конуса. Очень маленький срез мира мы получаем. Мы мало живем в сравнении со Вселенной, как мы знаем, да? Всего несколько десятков лет. Мы глазками видим очень ограниченный спектр света и электромагнитного излучения. Мы что еще считаем плохо? Да все. А, ну да. Мы еще живем вот в этом макромире странном, да? Ну значит, он нам кажется очень очевидным и простым, где шарик оттолкает другой шарик, и тот отлетает. И все понятно. Но при этом, как мы понимаем, еще квантовый мир, где все совершенно по-другому. Ну и еще там температурный режим у нас определенный. В общем, куча всяких ограничений. Означает ли это, что мы видим очень какую-то странную картину, искаженную, и насколько это портит нашу оптику восприятия Вселенной? Ну классно. Ну классно. Ну смотрите, мне кажется, что наша оптика восприятия глобально испорчена не вот этим окном, а просто самой Вселенной, в которой мы оказались. Мы сейчас находимся в той фазе, когда мы начинаем рассуждать, почему она такая. И вот это страшно трудно сделать, когда она у нас одна. Ну вот вы живете в городе, и никогда других городов не видели. Вы вообще не знаете, что может быть другая система улиц. И это мы через это проходили много раз. Давайте вернемся к началу того, что вы сказали, по поводу того, что у нас оптика такая узкая. Но с одной стороны, да, мы живем недолго, но вообще каждый из нас живет совсем ерунда. Но для этого у нас есть письменность, прошу заметить. В результате люди, которые жили давно, в некотором роде живут. Потому что они могут с нами разговаривать через то, что они написали. Когда письменности не было, все было прям намного сложнее. Человечество, вы скажете, конечно, тоже живет недолго. И действительно, глазками мы видим только совсем малюсенький кусочек, узкий кусок электромагнитного спектра. Ну, не будучи дураками, мы чего только не делаем. Мы ставим радиотелескопы, которые сделали прям крупнейшее открытие Вселенной. Дальше мы выяснили, что атмосфера прозрачна для оптического диапазона и для части радиодиапазона, а для остальных в основном непрозрачна. Запустили спутники, которые рентгеновские гамма-излучения ловят. И сделали опять кучу открытий. И в результате в электромагнитном спектре, конечно, всегда есть куда совершенствоваться. Но, в общем, прям совсем не так все плохо. Мы прям многие вещи соображаем, когда накладываем видимое изображение на, не знаю, там, рентгеновское изображение. Сразу начинаем лучше понимать, что происходит. Вот. Насчет времени. Замечательная история. Каждый из этих телескопов – это машина времени. Потому что он смотрит назад. И чем дальше мы видим вдаль, тем ровно настолько же, если считать в световых единицах, ровно настолько же в прошлое мы смотрим. Поэтому ура-ура, у нас прям есть представление о том, что было со Вселенной раньше. Ну, настолько, насколько удается видеть. Эта история прямо сейчас развивается. Потому что вот Джеймс Вэб посмотрел очень далеко и очень внимательно. И сказал, ага, значит, там есть вещи, которые довольно трудно объяснить. Как они так быстро успели возникнуть с учетом того, что мы до этого знали раньше. Это прекрасное положение вещей. Это значит, что имеющаяся модель, мы… Ну, есть чем заняться. Вот. Мы ее усовершенствуем. Никто не говорит, что наша физическая теория, что у нас вообще… Даже что законы физики – это там прям последнее слово. Так что, значит, там все… Такой естественный процесс, он, значит, требует уточнений. Но это не меняет общего факта того, что мы смотрим назад настолько, насколько удается приблизиться к большому взрыву оптическими средствами. И это не все. Оптическими там нельзя приблизиться больше на 380 тысяч лет от большого взрыва. Оптическими, я имею в виду, электромагнитными. Тут такой жаргон, потому что слово «электромагнитное излучение ужасно длинное, а свет короткое». И волей-неволей, прям ничего с этим нельзя поделать, часто называешь светом вот в таком контексте все. От радиоволн до там жесткого гамма-излучения. Ну, такой вот. Электромагнитные волны, да. Так вот, значит, электромагнитным способом мы можем видеть только от момента 380 тысяч лет от большого взрыва, когда свет стал распространяться относительно свободно по Вселенной из-за того, что там перестали летать туда-сюда заряженные частицы, а он стал в целом, Вселенная стала временно такой в основном нейтральной. Вот, но у нас есть шансы. Гравитационные волны совершенно отдельный канал ухватывать. И с помощью гравитационных волн, значит, получать, может быть, может быть, может быть, получать информацию о том, что было раньше, и, может быть, даже проверить там следствие теории инфляции, которая такая, напомню, есть такой приквел. Приквел к истории про большой взрыв. Вот удачный сериал, его когда снимают, делают сиквелы, а иногда делают приквелы. Что делали герои в молодости? Кстати, по теме сегодняшнего выпуска. Как вы знаете, нейросети используют для своего обучения контент со всего интернета. Однако в результате нейросеть может научить чему-то и вас. Например, мне особенно интересно, как воспринимают постсоветскую эстетику иностранцы. И вот на днях наткнулся на видео об урбанистике советских городов от англоязычного канала. Я неплохо владею английским, но не все термины понимаю. И, знаете, иногда хочется посмотреть видео без дополнительной нагрузки на мозг. В таких случаях я смотрю видео с голосовым переводом от Яндекс.Браузера. Нажимаю кнопку «Перевести видео» и, вуаля, нейросети добавляют русскую озвучку. Вот так это работает. Теперь я могу взглянуть на историю панелек и хрущевок с другой стороны. И, возможно, смотреть зарубежные видео делает мою YouTube-ленту очень разнообразной. Например, я могу смотреть самых популярных техноблогеров, таких как Лайус Себастьян или Маркес Браунли, на русском. И брать на заметку какие-то идеи для этого канала и моего второго канала «Дроидер». Перевод видео доступен для роликов на английском, итальянском, французском, немецком, испанском и китайском языках. Так что для расширения кругозора это просто must-have. Попробуйте сами, ссылка на Яндекс.Браузер есть в описании, а мы вернемся к нашему гостю. Вот представим, что мы сидим в комнате и смотрим замочную скважину. И через замочную скважину мы наблюдаем соседнюю комнату. Да. Можем ли мы получить представление, обладая нашим инструментарием, обо всем здании? И насколько большое это здание? Вот это хороший вопрос. Смотрите, если мы наблюдаем комнату, то, конечно, делать заключение о следующих комнатах, которые, может быть, совсем другие, у нас нет никаких оснований, правда. Поэтому то, что мы наблюдаем, это все-таки наблюдаемая вселенная. Тот вопрос, который я уже один раз чуть-чуть коснулся, того, что вот есть другие, условно есть, непонятно в каком смысле есть. Может быть, есть другие вселенные, где, может быть, все по-другому, и закон физики, и, может быть, даже другие. Но это чисто умозрительная конструкция. Ее мы реально наблюдать не можем. А по поводу вашей метафоры мы, конечно, наблюдаем в замочную скважину. Мы с этого начали, но затем мы просверлили некоторое количество еще отверстий, мы приложили туда слуховые аппараты, мы поставили какие-то там другие датчики движения, и все вот это вот... И довольно много так собираем по крохам, и все вот это вот довольно плотно анализируем. Ну, там прям сильнее, чем какие-нибудь, извините, спецслужбы делали бы это, если вот они реально с какой-нибудь комнатой так же поступали. Просто сидят люди и там годами размышляют о том, какая новая информация получена оттуда, во что она укладывается. Это раз. И два, мы все-таки... И мы очень многое узнаем. Правда, здесь и вот существенный момент. Мы, правда, предполагаем, что там вот... Ну, вот во вселенной, которую мы таким образом видим, там все-таки она непроизвольна. В ней много непонятного и очень много разнообразного. Но мы прям вот исходим из того... Это трудно понять, на чем основана эта идея. Что она в некоторой степени регулярна. Что мы можем открывать закономерности, которые там есть, и на их основе говорить, ага, вот мы узнали, что вещи происходят так. Вот здесь мы видим следы такого-то. Но мы же знаем механизмы. Значит, перед этим там было что-то вот это. А до этого там какие-то люди поздоровались. А до этого там что-нибудь еще произошло. Если там появился ребенок, то значит, либо его принесли в комнату, либо он там родился. А не возник вот так вот сам по себе. Вот это сочетание наблюдений. Да, собираем их в общем покрохом. Это правда. У нас нет, знаете, такого. Нажал кнопку, и тебе показали всю Вселенную со всеми подробностями, что там происходит. Собираем покрохом. Много думаем и накладываем. Вместе идут эти вещи. Собираем наблюдательные данные с нашими теоретическими представлениями, которые тоже, значит, там годами из чего-то вырабатывались, проверялись опытом и так далее. Такой вот процесс, вот собственно, в этом неком роде физика и состоит. Такая вот изучающая мир. Физикам в своих исследованиях постоянно приходится работать с огромным количеством не всегда достоверных данных и гипотез и постоянно проверять их. Одновременно придумывать десятки решений, чтобы тестировать их одно с другим и в конце решить иногда не самую сложную задачу. Так работают не только физики, но и сотрудники службы поддержки. Но что? Им тоже нужно постоянно следить за огромным количеством заявок и решать параллельно кучу самых разных вопросов. Если в вашей компании есть служба поддержки, вы наверняка поймете, о чем я говорю. Автоматизировать все эти процессы поможет российская компания Admin24. Ее можно использовать для работы не только с заявками от клиентов, а также и от сотрудников компании. При использовании системы заявки можно получать через разные каналы. Веб-форму, по почте или через мессенджеры и соцсети. Клиенты смогут выбрать наиболее удобный вариант для связи. Как только клиент отправит заявку, она тут же отобразится в сервис-деске. Так ничего не потеряется, все в одном месте. Обращение можно распределять по услугам и сервисам, специалистам, фильтровать, сортировать, можно менять их статус. И удобно будет отслеживать их выполнение. У сервиса есть еще большое количество удобных фишек. Например, можно указать лимит времени на обработку заявки. Если лимит превышен, руководитель получит уведомление. Или наглядная аналитика эффективности менеджеров и удовлетворенности клиентов в службе поддержки. Она будет показана в виде понятных диаграмм или текстовых сводок. Все это поможет вашей компании сделать работу поддержки более продуктивной, а значит повысить лояльность клиентов. Протестировать систему Admin24 можно бесплатно в течение 15 дней. Так что переходите по ссылке в описании и проверяйте сами. А мы возвращаемся к гостю. Вы уже сказали про Джеймса Веба сами. Вот новые исследования в области космоса, они помогают физикам или путают? Путают? Значит, путают. Физика – развивающаяся вещь. И ученый, любой ученый, физик, не физик, там биолог, да географ в конце концов. Ну, с географом сейчас мне из моей следующей метафоры трудно будет про географ ее применить. Но в каком-то смысле, несомненно, тоже. Это люди, которые просто стоят посреди незнания. И чем больше незнания, тем лучше. Значит, вот правильный научный прогресс происходит, когда вы хорошо себя позиционируете на границе знания и незнания. Поэтому как только происходит чего-то, чего вы не понимаете, но это не очень далеко от того, что вы понимаете, вы имеете шанс проложить туда дорожку. Если вы зададитесь вопросами, которые вообще подвешены в воздухе и прям ни с чем не связаны, ни на что они опираются, ну, вы не понимаете, какой инструментарий есть, чтобы на них вообще отвечать. Вот в этом смысле нужно правильно себя позиционировать. И, ну, вот то, что вы называете исследованием космоса, в смысле наблюдение за Вселенной, вот. Ну, прямо вот, это прямо пища, это прямо материал, тем более, тем более, что ведь вот в этих исследованиях сошлось два противоположных направления. И изучение там элементарных частиц, где мы уперлись в энергии, которой мы на коллайдере можем, значит, себе позволить. Ну и все. И там что родилось, то родилось. А что не родилось, мы не знаем, существует оно или не существует. И свидетельство того, что эти же законы, вот это прямо важно, то, что я уже сказал, эти же законы, в общем, лежат в основе того, что во Вселенной происходит. Хотя там из них, когда там собираются, это не два протона сталкиваются, а сложные очень структуры. Но законы как-то растут из того, что мы знаем про фундаментальную природу мира. И эти, значит, две вещи собираются вместе. Ну, многие предположения о том, какие могли, как можно было бы расширить стандартную модель, они отметаются, потому что из них следовало бы, чтобы в космосе должно наблюдаться то, чего там заведомо не наблюдается. Вот изучение космоса прямо помогает, ну не просто помогает, а просто пища вообще для понимания того, как мир устроен. А я, правда, у вас, видимо, какой-то еще душниловский вопрос хороший, нет? Потому что я вспомнил, что вы еще в вашем первом душниловском вопросе был еще один аспект, от которого труднее отговориться способом, которым я тут от вас отговариваю. Так. Что, к этому? Давайте, да. Ну, вы сказали, что кроме всего прочего, да, вот мы смотрим там, да, там на эту комнату через замочную скважину, вот у нас, значит, там окно, а я сказал, что мы его расширяем, накладываем одни картинки на другие, кучу всего узнаем. Но мы при этом классические и большие. А мир в основе своей квантовой и ненаблюдаемой, в том смысле, что мы же не можем посмотреть на электрон, на атом глазами. Вот. Это вещи, которые существуют по отношению к нам в некотором таком, ну, ускользающем смысле. Мы видим последствия, ну, не знаю, вот там след электрона какой-нибудь там любой частиц в пузырьковой камере. Это же не он сам, это результат его взаимодействия со специально приготовленной средой, которая там имеет толщину какой-то там несколько микрон, его можно там в микроскоп рассмотреть, вот, или даже толще, вот. И сами они ненаблюдаемые, мы не можем посмотреть на них, мы вынуждены делать вывод о том, как они живут по косвенным данным. И вот здесь прямо проблема, которую вы частично затронули, прямо в полный рост стоит. Мы волей-неволей, т.е. мы всё-таки это мы, вы правы, что мы имеем опыт жизни, вот как вы выразились, в температурном режиме, в классическом режиме, в постоянной гравитации, в слабой, вот. И вся наша интуиция, она направлена на что? Ну, что такое интуиция? Это какие-то, как у нейронных сетей. Мы чему-то обучились, более-менее знаю, что это горячее, это холодное, отсюда можно упасть, вот. Этим можно порезаться, ну и так далее. Масса таких вещей, там вода мокрая, вот. И отлично, значит, в голове создаётся такая картина мира, которая заменяет прям куски этого мира. Ну, мне не нужно, значит, там выяснять, разглядывать кошку во всех деталях, если я слышу мяуканье и вижу хвост. Ну, я примерно знаю, что это кошка, потому что как раз там всякие фокусы относительно того, когда люди пугаются или там неожиданно, когда вот им вроде кошка, а потом оказывается, что это совсем даже не кошка. В обычной жизни я вот примерно знаю, что у меня за спиной сейчас, вот, и не оглядываясь туда каждый раз, вот. Опять-таки, всякий психологический эффект, когда за вами вдруг что-то неожиданно меняют, они поэтому так и действуют, потому что я мозг, мой мозг работает так вот, предсказывая мне, что происходит. В результате я всё время картину, которая у меня в голове, накладываю на окружающий мир. И эта инерция, она естественным образом продолжается, когда мы начинаем говорить о квантовом мире, мы на него туда проецируем вот эту картину, которая отлично помогает нам жить вот в нашей такой обычной жизни. Ну, а там она ни черта не работает. И это действительно проблема. И тут несколько проблем. Во-первых, в каком смысле вообще можно говорить о том, что они там делают сами по себе? Ну, и глобальная и очень большая проблема – это они-то квантовые, а вот мы классические. Каким образом происходит это разделение? Что за него отвечает? Ну, и вообще, какой смысл в классическом мире? Ну, почему он вообще возник? Классический мир, который я… Смотрите, давайте так, очень смело. Классический мир, который я вижу, это вообще результат того, что я о нём размышляю, а его как бы нет. Он мне примерно кажется. Ну, и правда, тут возник… Если кажется, то да, понимаете, какая проблема? Вам кажется… Ну, понятно, что между нами есть некоторые различия, но вам кажется, в общем, примерно то же самое. Этот же стол, там, эти же стены и так далее. Вот. То есть, с одной стороны, можно предположить, что это из-за того, что мы его наблюдаем, но с другой стороны, тогда нужно объяснить, почему… Разные наблюдатели так сильно согласны. Очень во многом согласны относительно того, что в этом мире есть, как он устроен, какие у него законы. А что такое время с точки зрения современной физики? Ну, вы спросили. Ну, это несколько… Знаете, что? Наверное, главное, что нужно сказать, что время – это прямо несколько разных вещей. И куча… Да. И куча каких-то пазлов, парадоксов и недопонимания возникает из-за того, что эти вещи путаются. Ну, а разумеется, они бы не путались, если их было всегда легко различить. Ну, во-первых, время – это ответственность за порядок событий. Давайте сначала про пространство скажу. Мне будет проще так. Ну, смотрите, вот есть пространство, и у него есть просто вещи, которые связаны с тем, что они близко. Вот я сижу рядом с этим столом. Ну, это прямо факт про пространство. Там, я в Москве. Это тоже факт про пространство. Или там, я рядом с чем-то, а рядом со мной находится что-то еще. Это такое реляционное пространство, когда вы объясняете, что находится в вашей близи. Если очень глубоко смотреть, то это… Про время будет то же самое. Мне про пространство просто чуть проще сказать, чуть важно зафиксировать основные моменты. Этот реляционный подход, он возможен потому, что законы физики локальны. Почему я могу сказать, что я вот близко к этому, если так глубоко подумать? Ну, потому что в природе есть что-то, что делает это возможным, а это, собственно, невозможность, не все на все влияет через большие расстояния. То есть в природе есть нечто, что делает возможным реляционные отношения. Это просто факт. Факт природы. Реляционные отношения между вещами. Есть другой взгляд на пространство, что это вместилище, что это такая коробка пустая. Пустая, большая, большая, пустая коробка. И вот здесь поместили это, здесь поместили это, здесь поместили это. А когда вы все вынете, коробка все равно, коробка как хотите, только пустая. Коробка все равно останется. Это предмет бесконечных рассуждений на рубеже 19-20-го века, что от этой коробки нужно отказаться. Но вся ньютоновская теория, которая близка, которая замечательна, это картины мира все, но она близка вот к нашей классической интуиции. Она придумала вот эту вот так пустую коробку, что есть пространство, как некая абстрактная сущность. Это ни поле, ни тело, ничто. Это просто вот некая пустая коробка. Так нам в школе, извините, на доске рисуют X, Y, Z. Вот тебе эта коробка, пожалуйста. Нет, ну правда, от этого правда трудно, там и Декарт тоже внес свой вклад, да от этого правда трудно отказаться. Вот что есть некое... И у Ньютона это было абсолютное пространство, и вот эта абсолютность этого пространства, она, собственно, мешала, психологически мешала восприятию специальной теории относительности. То же самое со временем. Смотрите, у времени есть реляционное отношение, это есть нечто типа последовательности событий. Одни всё-таки следуют за другими. Наверное, это связано с тем, что есть причины и следствия. Тут очень легко, и в том, что я говорю, очень легко усмотреть такой круговой аргумент, как это сказать, что я объясняю что-то через примерно то же самое. Ну, в философских рассуждениях этого почти никогда не удаётся и полностью избежать. И, кроме того, я пытаюсь выразить то, что, в общем, в природе наблюдается. Ну, мы знаем, что время течёт, что события каким-то образом... Дальше выясняется, что с течением времени есть интересная штука. У меня есть воспоминания о том, что было, но не о том, что будет. Это так время сильно отличается от пространства. Я вижу вокруг себя следы того, что было. Я вижу там кратеры на Луне, в которые попало что-то. Я вижу свет от Солнца, который происходит из-за того, что на Солнце что-то произошло в прошлом. А не то, что произойдёт в будущем. И Ньютон добавляет к этому такое абсолютное время, так же, как и абсолютное пространство. Что есть ещё некоторая вселенская такая координата. Вот так, как вы сказали, только время. Такая вот ось. Такая воображаемая. Которая, значит, и всё, что есть, помещается на этой оси. И она такая одна по всей вселенной. На самом деле такая четырёхмерная коробка. Коробка, в которой есть три измерения пространства. И ещё везде стоят замечательные такие часы, которые показывают... Ничего не происходит, но часы показывают время. Есть нечто такое. И дальше выясняется, что это уже не так. В специальной теории относительности. И это прям факт жизни. И на самом деле философски ещё раньше отказались от абсолютного... Ну, многие люди говорят, что нужно отказаться от абсолютного пространства. А факт проверенный неисчислимое количество раз. Ежедневно, ежесекундно и всё. То, что в специальной теории относительности называется пространством-временем. Это нет абсолютного разделения на пространство и время. А в зависимости от движения я немножко по-разному выделяю временное направление в неком четырёхмерной истории. Но что-то типа коробки всё равно до некоторой степени остаётся. Она просто не одинакова для всех. Движение меняет, мой взгляд, на углы в этой коробке, грубо говоря, между некоторыми её осями, на то, как она перекошена. А потом наступает общая теория относительности, которая говорит о том, что подождите, подождите, подождите. Вообще у каждого своё время. Вот вообще ничего похожего на... Не просто, значит, у разных наблюдателей разные взгляды на время, но они их могут продолжать там далеко во Вселенную. Куда-то далеко во Вселенную. А вот здесь вот у этого летящего у него такое-то время, а этот может вот это назвать временем, а этот может это назвать временем. А у того, кто попал в чёрную дыру и попал туда, в центр, ну, то, что мы называем сингулярностью, за неимением лучшего описания, время просто закончилось. Просто закончилось, и всё. Везде во Вселенной идёт, а тут оно закончилось. Что значит нет такой единой картины, а есть следование, следование одних событий за другими, и характер того, как это... Не порядок причинных событий, но, тем не менее, подробности того, как это происходит, они отдельны для каждого наблюдателя. Каждый считает... Ну, время... Возьмите одни часы, держите в руке, держите здесь, одни подбросьте, поймайте, и они у вас начнут показывать немножко разное время. Какое из них истинное? Ну, никакое, потому что это зависит от того, какое время вы выбираете. В зависимости от напряжённости гравитационного поля... Ну, напряжённость гравитационного поля, вот Ньютон, это вообще почти синоним замедления в ходе времени. Вот, т.е. время в гравитационном поле течёт по-другому, медленнее в сильном гравитационном поле. Вот, по сравнению с тем, что оно течёт без этого. Это вот есть, значит, часы отправлять туда-сюда и сравнивать. Вот, и это какое-то другое время, у него нет такого абсолютного характера. А есть время, кроме того, которое мы... Вот и тут снова вот эта вот история. Мы как большие системы наблюдаем. Закрепить, значит, мы отправляем на спутник часы, потом спускаем со спутникой, и они рассинхронизируются. Нет, но они, конечно, рассинхронизируются. Это сам GPS не работал бы, если бы мы не учитывали этого факта. Ну, проговорить просто надо. Вот, что да, просто там гравитационное поле на 20 тысяч километрах чуть слабее. Т.е. оно заметно слабее, чем здесь. Но разница в ходе времени, она вот совсем вот такая, вот такая, ничтожная. Но когда вы с помощью GPS умножаете, определяете координаты на Земле, вы эту разницу во времени умножаете на скорость света, чтобы получить расстояние. И у вас там довольно большие ошибки. Довольно большие ошибки набираются. И это то, что не просто проверено, а, значит, используется. И вот, ну, прямо вот, что называется, в народном хозяйстве. И это говорит о том, что прямо вот у каждого свое время, в зависимости от того, что вы делаете, и вы можете подпрыгивать, у вас будет другое время, чем если вы не подпрыгиваете. Подожди, а это значит, что если у нас будет колония на Марсе, то там будет как-то принципиально по-другому времени идти, потому что там притяжение другое в два раза слабее, по-моему. Ну, на Луне, давайте, если у нас будет колония на Луне, то это же очень хороший вопрос. Только речь идет там о пик-секундах. Она на каких-то там, ну, нано, наверное, секундах за год. Вот, сейчас не соображу. Но смотрите, сигналы, раз уж вы об этом заговорили, сигналы службы точного времени на Земле, она учитывает неоднородности в гравитационном поле Земли. Прямо вот буквально так. В разных лабораториях известно, что в разных лабораториях время течет с чуть-чуть разной скоростью. Это прямо не шутка. И они обмениваются сигналами, причем при обмене сигналами учитывается, разумеется, время распространения сигнала от одной лаборатории к другой. И когда вот они публикуют точное-приточное-приточное время, это некоторое разумное среднее по измерениям в этих лабораториях. Разумеется, только чтобы не было там смешения понятий, это, конечно, не речь идет о поясном времени и о чем-то таком. Это некая такая вот, они пытаются там universal time, они вот таким образом пытаются, не пытаются, а просто таким образом поддерживают. Если вы теперь... Да, и про каждую лабораторию померено, просто известно, померено, насколько, какую поправку нужно вносить в ее показания по сравнению с показаниями другой лаборатории в эти сверхточные часы. Если вы теперь захотите эту схему распространить на Луну, то у вас прямо несколько проблем, которые нужно решить. Ну, во-первых, время обмена с Луной – это, конечно, это прямо колоссальная разница, это прямо секунды. Там туда-сюда, это там полторы секунды, ну, 300 тысяч километров, в общем, да, чуть, вот, почти 3 секунды туда-сюда, 2 секунды туда-сюда. Это легко учесть. Но дальше Луна находится на разных расстояниях от Земли. Она движется, это тоже влияет. И дальше на Луне вы должны сначала очень точно картировать гравитацию Луны, чтобы тамошнюю лабораторию сказать, с какой поправкой нужно учитывать лабораторию, стоящую на Луне вот в этом вот гравитационном поле. Не только по сравнению с гравитационным полем Земли, но и по сравнению, если у вас они… А на Луне, кстати, огромные, ну, гораздо более сильные, чем на Земле, неоднородности гравитации. Это то, что мешало, мешает низким окололунным орбитам, то, что Аполлоны к этому очень серьезно относились, потому что там топливо чуть-чуть при посадке, если гравитация вас дергает чуть сильнее, космический корабль прямо начинает это чувствовать и попадет там на 5 километров в сторону, буквально так, вот, при посадке. Значит, это… Мы отвлеклись в сторону, но время, да, зависит от гравитации. Но, значит, вот эти вот тонкости с точным временем на Луне – это точность, которая не нужна даже для космических полетов. Это такая вот суперпрецизионная точность, ну, такая вот игра ума, но это развитие технологий одновременно и развитие знания. Вещь полезная на Земле. Не знаю, полезна ли она будет на Луне и будет ли там когда-нибудь такое, а возвращаясь к времени как вообще к такой замечательной вещи. И есть еще время, которое самое страшное время из всех, когда, значит, мы помним прошлое, но не будущее, кофе и молоко перемешиваются, горячие тела остывают и отдают тепло холодным, и время течет в одну сторону. То есть, есть стрела времени. Ну, и каким образом она возникает? И следует ли... И где проходит аналог вот этого Гайзенберговского разделения между миром в микромире, который в общем обратимо? Там все, что может происходить в одном направлении по времени, может происходить и в другом направлении по времени. И опять-таки... Ну, как? Ну, прям буквально так. И миром нас больших, где, ну, ни черта не обратимо, потому что разбившаяся чашка... Ну, я не ожидаю, что куски, значит, снова соберутся и склеятся. Хотя, если, значит, кино показывать в обратную сторону... Фильм был такой... «Хеллрейзер. Восставший из ада». Ну, старый. Там были такие чуваки, которые, значит, так неприятным образом из чего-то разлитого типа крови, они так собирались и восставали оттуда. Снимали их следующим образом. Делали штуки из пластилина, ставили их и оплавляли. И они, значит, стекали. И это кино показывали в обратную сторону, из-за чего возникал пугающий эффект. Что, значит, вот из какого-то раствора выросло, выросло такое. Ну, потом, значит, в следующем кадре это уже какие-то там действующие фигурки, которые там делают плохое замечательным нашим хорошим парням и хорошим девчонкам, пытаются им что-то плохое сделать. Вот. Значит, время есть где-то в микромире, в микромире время обратимо. Там фильм, поставленный в обратную, показанный в обратную сторону, не вызовет никаких, никакого вот этого не пугающего, ничего странного эффекта. Тот же Гамильтаниан, вот мы говорили о Гамильтаниане, тот же Гамильтаниан будет точно так же управлять развитием обратно во времени. Если вы в какой-то момент вдруг поменяете все скорости на противоположные, то у вас система будет бежать обратно по своим следам. Это точно не так в нашем мире. Ну, прямо точно не так. Поэтому где-то возникает граница. И это очень прям сложный вопрос, где возникает граница между обратимым поведением в микромире и необратимым здесь. Вопрос колоссально сложный, потому что вам нужно из обратимых законов сделать необратимую картину. То есть вам в какой-то момент нужно что-то привнести, но если вы что-то привнесли, тогда какой смысл в вашем объяснении? Вы привнесли необратимость, а потом говорите, вот у меня получилась необратимость. А одно из объяснений, значит, тут на эту тему и написано, и сказано, и еще раз написано, и опровергнуто, и снова написано, и споров, и сколько угодно, и физических, философских самых разных. Но тут невозможно обо всем этом рассказать. К тому же я знаю очень мало, по сравнению с тем, что вообще тут есть. Но, конечно, не надо забывать, что не просто мы большие, и мы воспринимаем статистические свойства, мы изолированы от мира, мы помним прошлое, потому что… и не все. Мы избирательны в воспоминании прошлого. Помните, у Борхеса был такой фунес «Чудо памяти» про чувака, который помнил все-все-все-все-все. Все, был такой рассказ у него. Ну, как ему тяжело жилось, потому что он помнил вообще все. В общем, если эту мысль продолжить, то если вы помните все, то вы в каком-то смысле не являетесь системой такой, какой мы с вами являемся. Вы часть этой вселенной, потому что у вас нет возможности что-то выделить на чем-то. Вы все заполнены происходящим. Вы продолжаете оставаться частью системы. Это история, близкая к той, о которой мы уже говорили, что для декогеренции, выделения классического, нужно понять, где разница между наблюдателем системы и средой. Точно так же, когда мы говорим о том, что я что-то помню, мне нужно выделить меня, и мне нужно, чтобы у меня было некоторое взаимодействие со средой. И это взаимодействие со средой должно обладать некоторыми свойствами, которые сохраняют память. Ключевой момент – низкоэнтропийное начальное состояние. Значит, мы не только большие, мы еще и живем во вселенной, развивающейся от большого взрыва куда-то, то есть в одну сторону. И наверное, наверное, наверное… Не знаю, как на этот вопрос ответить, но можно ли здесь сделать такое стопроцентное утверждение? Ну, наверное, 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 если бы это было не так, просто предположение, что значит, если бы в нашей вселенной не было большого взрыва, тогда была бы другая вселенная, не мы были бы и так далее. Но в некотором смысле, наверное, если бы исходное состояние не было низкоэнтропийным, то мы не видели бы стрелы времени, и у нас бы не было бы памяти про прошлое. Так, давайте разберемся, низкоэнтропийным – это что значит? Это очень упорядочным? Ну, низкоэнтропийным, смотрите, значит, про энтропию часто говорят, что это мера беспорядка, другое дело, что дальше выясняется, что вам очень трудно независимо определить меру беспорядка, не говоря, что это беспорядок, это когда высокая энтропия. Значит, энтропия – это потерянная информация, это информация, которой я пренебрегаю. Опять-таки, это прямо такая важная штука. Мы большие, и когда передо мной банка с пивом, мне совершенно все равно, какая молекула пива, я знаю, что молекул пива нету, но пусть они будут, какая молекула пива находится, вообще хорошее изобретение, какая молекула пива находится здесь, какая находится здесь, летит ли эта молекула пива сюда с такой скоростью, или наоборот, это сюда, а это туда вот так, ну мне правда наплевать. Вот если туда добавят молекулы не пива, а разбавят воду пополам молекулами воды, тогда я скажу. Но это различие макрокартин. А одна и та же макроскопическая картина банка с пивом, вот с конкретного сорта причем, предположим, я даже сорта пива могу различать с завязанными глазами. Значит, банка пива конкретного сорта передо мной, ну мне правда наплевать, что там делают молекулы этого пива, ну вообще наплевать, раз, вот они там. И это значит, что одна и та же банка пива реализуется колоссальным числом того, что могут делать молекулы. Они могут сходить с ума огромным числом способов. Да, если я их нагрею, будет отвратительно, будет тёплое пиво, довольно невкусная штука. А если я их положу, будет хорошо. И это опять-таки макроскопические картины. Но пока одна и та же температура, я не пытаюсь, я не собираюсь следить за... Во-первых, я это не могу физически сделать, их там столько, что мне не хватит никаких терра-терра каких-то байт и ничего, чтобы всё это... И зачем это нужно? И это вот потерянная информация, это, собственно, энтропия. И когда я холодное и горячее соединяю вместе, что происходит? Пока оно горячее, одно горячее, другое холодное, есть некоторое... Чуть меньше возможностей для молекул там распределиться. Быстрые всё-таки в основном должны быть там, где горячее, а медленные в основном должны быть там, где холодные. И очень много способов реализовать одну картину и другую. Но ещё больше способов, когда они стали тёплые, потому что тогда молекула может быть и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Мне не нужно больше... Потеряно дополнительная информация о том, что часть молекул летали в общем медленно, а часть летали в общем быстро. В ещё большем количестве состояний можно реализовать макрокартину, когда не горячее и холодное, а когда они пришли в контакт. И мы видим развитие событий в сторону большего числа микроскопических состояний, стоящих за одной и той же макрокартиной. Когда кофе разлилось в молоке, эта ситуация реализуется большим числом состояний, чем когда всё-таки молоко здесь, а кофе там. Потому что молекулы кофе могут делать всё, что хотят, но всё-таки они не там, где молекулы молока. Потерянная информация называется энтропией. В этом смысле мир движется туда, где увеличивается энтропия. И это можно при желании считать беспорядком. То есть, бульон всё сильнее замешивается, и все эти ингредиенты всё сильнее перемешивают. Всё меньше, всё меньше, в некотором роде всё меньше различий. Это не всегда так. Вот, понимаете, здесь очень легко сделать утверждение. Это звучит парадоксально с учётом того, что нам говорят, что Вселенная расширяется. Это значит, что отдельные её части, наоборот, должны меньше взаимодействовать. Это прямо расширение Вселенной – это прямо большая тема относительно того, каким образом возникает эта вещь, тоже сильно связанная со временем. Сейчас я попробую это прокомментировать. Значит, низкоэнтропийное состояние в начале, по-видимому, это то, из-за чего у нас есть память о прошлом, а не память о будущем. Ну, вот стандартный пример такой замечательный, Равелли его предложил. Значит, представьте, у вас имеется ящик, и в нём летают какие-то шарики типа молекул. Ну, пусть упругие шарики летают туда-сюда, и стенки упругие, они всё время соударяются, и они довольно отчаянно там носятся. А там у вас ещё висит, в этом же ящике висит там некоторое количество маятников. И шарики между собой сильно бьются, а вот маятники так повешены, что шарики, ну или они там маленькие, или тоненькие, что шарики по ним не очень часто ударяют. И маятник колеблется не всегда-всегда-всегда, а маятник начинает колебаться, а потом у него трение, и он замирает. Вот пока он колеблется, это память о том, что в него попал шарик. Глядя на эту систему, вы видите, что если какой-то маятник колеблется, то это значит, что некоторое время назад один из этих шариков по нему ударил. Там нету противоположных, из-за того, что в маятниках трения, там нет противоположного процесса. Когда какой-то маятник вдруг дал пинка шарику, маятник неистово качался и дал пинка шарику, и шарик от этого стал летать. Нет, происходит ровно наоборот. От шариков передается что-то маятникам, и маятники некоторое время релаксируют. Пока он колышется, сначала они покоились. Когда он колышется, вы знаете, ага, это память о том, что в него какой-то шарик попал. И что здесь очень важно? Здесь важно низкоэнтропийное начальное состояние. У вас неравновесие в начале, у вас шарики носятся, а маятники, которые являются памятью, во-первых, изолированы от шариков, до некоторой степени изолированы, они не все время долбасятся друг от друга, и они находятся в покое. То есть, вы побеспокоились о том, чтобы создать состояние с низкой энтропией в начале. И в нем у вас, возможно, память. За счет того, что... То есть, память – это некоторая информация. Поскольку эта информация – это в некотором роде сохранение низкой энтропии. Вот остатки низкой энтропии в начальном состоянии позволяют вам некоторое время удерживать информацию в этих маленьких. Это хорошая вещь, потому что вся память, которая есть у нас во Вселенной, кратеры на Луне, когда-нибудь чем-нибудь доразгладятся. Следы на песке исчезнут. То, что в моей голове исчезнет, книжки когда-нибудь там сотрутся и так далее. Поэтому память носит, во-первых, ограниченный во времени характер. Во-вторых, требует разделения между запоминающей системой и всем остальным. Вот вы не можете быть частью среды и запоминать. Нет. Вы будете в термодинамическом равновесии со средой. У вас будет такое же низство, и вам там будет все равно. Течет время вперед или назад. У вас не будет памяти о прошлом. И чтобы она была, вам нужно приготовить сначала низкоэнтропийное состояние. В моем примере это означает, что у вас есть... Ну, это пример Равелли. Что у вас есть разделение между шариками, которые носятся. Но вы их так приготовили. И маятниками, которые сначала висят спокойно, не шевелятся. И есть взаимодействие. Раз. Но оно не безумное. Оно до некоторой степени носит такой эпизодический характер. Не все время шарики бьют по маятникам. И это условия, при которых возникает как бы стрела времени. Очень хороший вопрос. Что делается в нашей Вселенной такого типа, что создает у нас ощущение стрелы времени? Все-таки большинство людей сходится на том, что нужно низкоэнтропийное состояние в начале. Дальше начинается, конечно, отдельный вопрос, за счет чего оно возникло. И там тоже разные мнения. У сэра Роджера Пенроуза одно. У кого-то теория инфляции пытается по-другому объяснить низкоэнтропийное состояние в начале. Но это прямо важно. Мы довольно далеко ушли от времени, но на самом деле вот здесь время прямо вот оно. Потому что время – это то, что... Различие между прошлым и будущим, в том числе память. А вы упомянули расширение Вселенной. Расширение Вселенной – это прямо сложная штука. Она прямо сложно на это влияет. Один из взглядов, там, продолжая того же Равелли... Тут, опять-таки, взглядов много. Расширение Вселенной, во-первых, это эффект гравитации. Фактор, который... Фридманский фактор, который ответственен за расширение Вселенной, это удовлетворяет неким уравнением, которые фактически являются уравнениями Эйнштейна, уравнениями Фридмана. Ну, уравнениями Эйнштейна являются. То есть, это гравитация. То есть, мы привыкли, что гравитация притягивает. Но вот поскольку это кривизна пространства-время, она может себе позволить не только искривлять пространство-время так, что Земля летает вокруг Солнца, а может позволить себе устроить расширяющуюся... Может, кстати, позволить себе устроить Гёдлевскую Вселенную, где все закручивается, и на ракете можно попасть в прошлое, и там что только не происходит. Гравитация может себе такое... Да. Но мы не в такой живем. Хотя Гёдль, по словам Уиллера, разглядывал фотографии галактик, а там все вращается в Гёдлевской Вселенной, и все время проверял, не крутятся ли они все в одну сторону, чтобы тогда мы, значит, рукава спиральной галактики, чтобы тогда была бы идея, что мы живем в Гёдлевской Вселенной. Нет, 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 мы живем в Афридлевской. Короче говоря, значит, расширение Вселенной – это гравитационный эффект. Роль гравитации в энтропии, стреле времени, controversial, то есть тут нет единого мнения. Но одно из, один из взглядов, вот прям продолжающий эту метафору, ну, модель памяти с шариками и маятниками – это то, что этот ящик еще и расширяется. Этот ящик расширяется, но не за счет внешних сил, а вот как часть системы. То есть есть в системе некий параметр, некая физическая сущность, представленная гравитацией, которая есть масштабный фактор этой Вселенной. На него влияет материя во Вселенной. Вся там история про ускоряющееся расширение, то как именно влияет, сейчас подробности не важны. Значит, оно, несомненно, на него влияет. И оно само влияет на Вселенную. Так вот, одна из ей стоит в том, что в момент горячей расширяющейся Вселенной вот этот фактор находился в сильно неравновесном состоянии, там, не знаю, с водородом и гелием, существующим во Вселенной. И он из-за того, что Вселенная расширялась слишком быстро, из-за того, что этот фактор, ну, вел себя очень регулярным образом на фоне того, что в этой ранней Вселенной всё было вот так вот. Он и являлся этим специальным, отчасти сыграл роль в приготовлении специального состояния в очень-очень ранней Вселенной. И его расширение, расширение Вселенной нарушило баланс между, там, не знаю, водородом и гелием, из-за чего облака водорода занимаются иногда восстановлением этого баланса. Они гравитационно собираются, гравитация их сдавливает, сжимает, там начинается ядерная реакция, из-за чего оно превращается в гелий. Энтропию, да, загорят звёзды просто, энтропия, энергия выделяется, энтропия увеличивается, но, значит, есть рассуждения, которые говорят о том, что это можно проследить к вот этому вот специальному, этого невозможно, ну, всё было бы не так, конечно, если бы жили в другой Вселенной, но нужно, не надо недооценивать роли того, что Вселенная, как мы её знаем, вот в горячей расширяющей фазе, была приготовлена в очень специальном состоянии, и это расширение носило такой выделенный регулярный характер по отношению ко всему остальному нерегулярному, что во Вселенной в это время существовало. Я как раз хотел спросить вас о том, где происходит вот эта граница между квантовым миром и классическим или макромиром, потому что в прошлом выпуске, который был год назад, мы много говорили про то, как устроен микромир, он же квантовый, и что электроны – это не шарики, которые крутятся вокруг других шариков и так далее, у них есть много интересных свойств, но в какой-то момент, значит, вот эта квантовая физика превращается в нашу классическую физику, ньютоновскую, и вот как это происходит, и почему это происходит, и у меня такое ощущение, что у вас нет ответа, судя по вашей предыдущей реплике. Нет, ну давайте так, если коротко, то ответа нету, а если долго, то ответов несколько, и они неполные, но очень, как бы это сказать, богатые, богатые пищи к размышлению. Ну, смотрите, значит, этот вопрос, конечно, нельзя было сразу не задать, когда вот квантомеханика создалась, ну и вот там люди типа Гайзенберга и Бора, там были всякие различия, ну сейчас не будем негодоваться, они заявили, это то, что называется копенгагенская интерпретация, слово, кстати, придуманное потом, вот они сами про себя так не говорили. А они оба там похоронены, насколько я знаю. Там еще вот какая история, там после, в 57-м году, после Второй мировой войны Гайзенберг приехал в Манчестер с такой лекцией, ну война закончилась, уже все-таки там 12 лет прошло, надо было как-то начать всем вместе разговаривать, там все хорошо, значит, снова все со всеми дружат, значит, нужно было как-то вот мосты наводить. И вроде бы он тогда это слово придумал, чтобы показать, что, значит, до войны было что-то такое консолидированное, единое, вот была копенгагенская интерпретация, и да, большинство физиков ею придерживаются и так далее. Значит, если оставить в стороне эти исторические спекуляции, то спекуляции по поводу самой, значит, по поводу содержания, они примерно такие, да, мы классические, ну и да, у нас приборы классические. Что это значит? Это значит, что наши приборы не зависают в наложении в суперпозиции двух состояний. Потому что вообще-то, если вы думаете, что прибор управляет квантовой механикой, когда туда вылетает электрон в суперпозиции двух состояний, спин вверх и спин вниз, прибор по всем законам квантовой механики, это линейная наука, по уравнению Шрёдингера, должен перейти в состояние тоже суперпозиции. Значит, одна его компонента, это прибор измерил спин вверх, и ручка прибора смотрит вверх. Ну, условно, ручка называется там ручка, пойнтер, указатель прибора. А так удобно говорить. Потому что это какой-то материальный кусок, который мы глазами можем видеть, что он переместился. В общем, к этому всё сводится. А значит, другая компонента в этой суперпозиции, это значит, прибор измерил спин вниз, и ручка прибора смотрит вниз, и они наложены друг на друга. Ну и дальше начинается вся эта история, что когда мы на это смотрим, мы тоже должны, ха-ха-ха, оказаться в суперпозиции, мы должны запутаться. Это значит, запутывание, вот сейчас модное слово, оно по всем законам квантмеханики должно происходить каждое. Оно происходит всё время, в результате не всех-всех, но большого числа взаимодействий вот в данном случае. Но как в этом случае. Но мы же не видим приборов, зависающих в двух состояниях, и мы сами вроде не такие. Мы всё видим или-или, или там ручка вверх, или ручка вниз, или так случилось, или сяк. Откуда они берутся? Ну, значит, вот Бор и Гайзенберг сказали, значит, они просто нужны. Во-первых, они просто есть, это факт. Во-вторых, и это вот прямо такой методологический, такой загоголин, выражаясь, повторяя известную фразу известного человека, значит, она стояла в том, что для того, чтобы придать смысл квантовой механике, мы большие должны пользоваться этими большими приборами, поэтому нам нужны приборы, которые не подчиняются квантовой механике. Точка. Они не подчиняются квантовой механике, это классические параборы, они не зависают. И мы с помощью этих приборов делаем измерения над квантовыми объектами и что-то такое получаем. Ну, и что-то про них узнаём. Он спрашивается, а где проходит граница между квантовым и этим? Это важный вопрос, я его просто переформулирую, говорю, что он был с самого начала. По-английски это называется Heisenberg cut, разрез, ну, разрыв, проведённый Гайзенбергом. То есть, Гайзенберг сказал, что где-то между вот этим маленьким и между нами есть такой вот, как это лучше сказать, cut, разрыв, разрез, рубеж, рубеж, рубеж может быть. Я не знаю, какой канонический русский перевод. Вот. Ну, и он довольно... А потом, значит, выяснилось, что его можно двигать туда-сюда, что он условный, что его, может быть, можно здесь провести, может быть, там, может быть, и вот это захотите читать квантовым, но важно, что он есть. И я, честно говоря, к этому относился, ну, как к такой вещи, ну, не очень убедительной. Ну, потому что, чем он вызван, какая причина? Философское уродство выражается словами Хью Эверетта, который как раз в борьбе с этим философским уродством придумал разделяющиеся вселенные, что для того, чтобы вы отказываете в независимом объективном существовании квантового мира. Вы говорите, что чтобы обосновать существование квантового Хью Эверетта, вам нужен мир классический, при том, что это классический, мы же понимаем, что он сложен из тех же протонов и нейтронов. Какого черта прибор вдруг начинает взаимодействовать с одним электроном по-другому только из-за того, что мы говорим, вообще-то это прибор, и вообще-то мы вот это делаем. Влетящий туда электрон, который мы измеряем, про который мы хотим что-то измерить, влетающий в прибор, он взаимодействует с протонами, с электронами в том же самом приборе, по тому же самому уровню Шрёдингера. Ну, с чего вдруг, значит, где-то, где проходит Хайзенберг-катт? Ну, и, значит, опасное его, опасное для физиков, потому что тогда физика кончается, способ его провести, это, значит, прямо перед моим сознанием или там очень близко к моему сознанию, что, значит, вот ничего, вот всё квантовое, а это я всё воспринимаю классически. А потом оказалось, что, может быть, может быть, может быть, это не такое глупое изобретение, этот Хайзенберг-катт, просто требуется что-то ещё сказать, лучше сформулировать задачу. Он возникает как декогеренция, это результат декогеренции. Ой, сложное слово какое-то, страшное. Да, ну, такое модное, страшное слово декогеренция, то есть, вот это контекст вообще декогеренции глобальный такой, значит, вот квантомеханика – прекрасная наука, значит, когда вот там электрон, протон, 20 электронов, атом, да, может быть, очень сложно решить уровень Шайзенбергера, но его можно записать, там более-менее понятно, что происходит. Вот там волновая функция, ну, то есть, не понятно, что происходит, но вот волновая функция, можешь что-то предсказать. Вот мы живём в другой ситуации, у нас есть среда, мы часть среды, при этом мы часть среды, отделённая от среды. Это прям важно, вот это прям важное сознание, понимаете, мы не протоны, там, водород, раскиданный по космосу, вот, мы точно совершенно от него отделены, и мы проводим границу между собой, как наблюдателем, системами, которые, значит, вот где-то тут рядом с нами, и там всем остальным миром, вот. И это разделение на изучаемую систему и среду, и, может быть, наблюдателя, оно не строгое. В этом смысле этот Heisenberg cut можно передвигать, действительно, просто разные, не то, что передвигать, есть разные постановки задачи. В одной постановке задачи вот так, в другой может быть немножко по-другому. Но в большинстве случаев нам, в общем, понятно, где среда, что является средой, а что является системой. И среда на самом деле с системой взаимодействия, вот ключевое слово. Ну, потому что ничто не изолировано, это про эту историю, что с одной стороны во Вселенной всё, почти очень многое с очень многим взаимодействует, с другой стороны у этого взаимодействия есть элементы локальности. Это значит, что вот прямо сейчас здесь на вас не воздействует то, что прямо сейчас находится, иначе был бы полный кошмар, ни в чём нельзя было бы разобраться. Это значит, что мы можем проводить какие-то границы. У нас есть какие-то средства, не строгие, они зависят от контекста. Выделять себя, выделять систему, которая нас интересует, говорить вот это среда. Они взаимодействуют. И что делает среда? Среда взаимодействует с системой, она её в общем наблюдает. Это такой жаргон, что, понимаете, вот говорят, роль наблюдателя, наблюдатель увидел это, он измерил вот это, он увидел ручку вверх в приборе или ручку вниз, а не их, значит, откуда это всё берётся. Чтобы подчеркнуть, что вообще-то говоря, вот сознание и сознательный наблюдатель здесь совершенно ни к чему, ну, совершенно приятно, конечно, что у нас есть сознание, и мы наблюдаем, но совершенно не обязательно, правда. Среда занимается тем, что мониторит систему, она с ней взаимодействует. А взаимодействуя, она с ней запутывается тоже, вот так, как я сказал, тоже запутывается. А дальше выясняется, что вот запутанность, которая вызывает мою озабоченность, ну, вот то самое, что прибор должен запутаться с электроном, или там кошка Шрёдингера должна оказаться в запутанном состоянии, это ровно запутанное состояние, когда компонент спины электрона вверх идёт вместе с кошкой живущая, компонент спины электрона вниз идёт вместе с кошкой мёртвой, и это такое единое образование, оно не разделяется на то или другое, они вот существуют таким непонятным образом. Значит, среда запутывается с моей системой, и та запутанность, которая меня беспокоила, распределяется по всей среде и становится просто моим незнанием о том, в каком состоянии находится кошка, живая или мёртвая. По-другому это называется так. У них даже есть понятие, то ли космический дарвинизм, то ли квантовый дарвинизм. Вот, дарвинизм – это значит survival of the fittest, выживание наиболее приспособленных. Значит, проблем формулируется так, вот эти вот суперпозиции странные вообще, т.е. они не странные, они там в некотором роде, мы ими пользуемся, они там дают нам правильные предсказания, но вот в Гильбертом пространстве, где они живут, огромное-огромное число состояний, ну прямо такое число состояний, которое вот, ну, слишком много для того, что мы наблюдаем в нашем мире. Там все вот эти странные запутанные состояния всего совсем есть. Взаимодействие со средой в некотором роде разрушает все, кроме специальных состояний вот этих, они называются pointer states, потому что это вот ручечные состояния, значит, указательные состояния, указатель прибора вверх, указатель прибора вниз, или вверх, или вниз. Это состояние, которое устойчиво при взаимодействии со средой. Т.е. взаимодействие со средой декагерирует, разрушает запутанность и оставляет те состояния, которые мы собственно и наблюдаем. Т.е. вот это вот возникновение классического мира из квантового, это результат, это чуть-чуть субъективная вещь, потому что нужно сказать, что является системой, что является средой. Это прямо нужно заявить. И тогда среда отбирает в системе, ну вот там электрон плюс прибор, отбирает там состояние, которое мы собственно и наблюдаем. По-видимому, мы сами таким же образом отобраны. Это, там еще одно модное слово есть, einselection, т.е. индуцированное окружением, environment, induced selection, индуцированное окружением отбор, отбор состояний из дурацкого количества состояний в гильбертовом пространстве отбираются те, которые мы собственно и наблюдаем. Ну вот я не могу сказать, чтобы тут вообще все было, вся эта история была, во-первых, прослежена от самого начала до самого конца, и чтобы все были согласны, что прямо тут все вот так идеально работает. Но эта идеология, и многие эту идеологию критикуют, сейчас скажу за что. Но ученые все время критикуют, наука – это такой скепсис, никому не дают расслабиться, и это правильно, потому что иначе будут произвольные гипотезы, все время приходится отбиваться. Но это то, что такой тренд, который говорит о том, что вот, елки-палки, классическое есть… Не ищите возникновение классического мира, пока вы не провели границу между системой и средой, потому что, в принципе, все квантовое. Вот вообще все квантовое. А это в каком-то смысле то, что мы решили, что нас интересует вот этот кусок, дальше выясняется, что скорее всего, если формализм, удастся этот подход прописать во всех деталях, что взаимодействие со средой выделяет состояние, которое воспринимается как классическое. Вот так. Как я услышал, среда во всем виновата. Ну, среда заела. Нет, ну, правда. Среда действительно виновата. И это, знаете, философски мне это как раз очень… Идея-то правильная, потому что, ну, мы же, вот, как бы это выразиться, мы не сами по себе. Все, что мы есть и все, что мы наблюдаем, это результат, ну, более-менее взаимодействия, с одной стороны, всего-совсем, ну, это правда. И там всяких предысторий и так далее. А с другой стороны, все-таки, и это прям тоже очень важно, вот в этом мире, где, в общем, как бы все взаимодействует со всем, мы выделяем локальные куски. Локальность очень большое значение имеет. Мы выделяем локальные куски. Мы каким-то еще образом выделяем куски, которые нас интересуют, которые осмысленно выделить. Есть даже более-менее формальные математические критерии, не связанные с тем, что у меня в голове. Каким образом можно выделять некоторые системы и environment? Ну, там есть некая, там, это речь о фактической факторизации Гейбертова пространства и о том, как гамильтониан разбивается на куски, отвечающие за одно, за другое и за взаимодействие. Вот если это удается разумным образом сделать, гамильтониан – это то, что движет эволюцию вперед. Это форма, которую принимает энергия, ну, энергия правит миром, как мы знаем. Энергия принимает особую такую математическую форму, и она умеет пихать волновую функцию, там, толкать, ее, и тем самым продвигать ее вперед во времени. Это то, что развивает систему во времени. Вот если удается сказать, вот смотрите, в моем пространстве состояний, вот это я отнес к среде, это математическая процедура уже, а вот это я отнес к системе. И там все взаимодействует со всем, но у меня есть кусок, который отвечает только за среду, кусок, который отвечает только за систему. И относительно, как сказать, в некотором роде маленький кусок, который отвечает за их взаимодействие, то их взаимодействие до некоторой степени сохраняет индивидуальность среды и системы, а не перепутывает их. То есть, это какое-то разумное разделение. Вот если мне удается так сделать, то тогда наступают какие-то там последствия относительно того, что я могу говорить про декогеренцию. Ну, и не только про декогеренцию. То есть, к формализму какая мораль? К формализму, который просто в книжках про квантомеханику, это такая математическая схема. Вот бери, вычисляй, делай, там что-нибудь получится. Мы всегда невольно добавляем понимание того, к чему мы ее применяем, и многое остается за кадром. И если все оставить за кадром, то тогда у вас копенгагенская интерпретация. Большие приборы классические, значит, все там внутри вся квантовая, а большие приборы классические. Есть, по-видимому, механизм, который до некоторых приводит к этому, причем скорость, с которой он работает, можно оценить. Но эта скорость действительно, там масштабы времени малюсенькие. Там вы не успеете не то, что глазом моргнуть, а это меньше большинства характерных времен в наших системах. Там какие-то 10 в минус маленькой степени секунды. Мне в голову вот такая штука приходит, что это очень похоже на то, когда количество превращается в качество. Это так может быть? Что когда очень много систем, которые работают по квантовому принципу, ну или не систем, хорошо, когда очень много объектов, которые работают по квантовому принципу, соединяются вместе, то они уже вместе рождают какое-то новое качество. И это становится классической физикой. Ну, до некоторой степени да. Знаете, вот просто грубый способ это сказать, очень грубый способ это сказать, он очень грубый, на самом деле ничего не объясняющий. Но вот так когда-то пытались сказать, что на самом деле, когда у вас система состоит из большого количества квантовых, то квантовые ведут себя по-разному. А когда вы усредняете все по большому количеству разных квантовых, у вас получается что-то такое умеренное классическое. Такое вот ведущее себя каким-то предсказуемым образом, как вы сказали, шарик ударился, другой шарик полетел, вот они чем-то обменялись, у каждого есть траектория. Ну, нам понятно все, что происходит, мы счастливы, все так, как мы любим. Но важная роль здесь состоит действительно вот в распространении запутывания, а я напомню, что квантовое запутывание в общем возникает при очень большом числе взаимодействий, как только что-то одно запутанное взаимодействие с чем-то другим, оно предлагает тому тоже запутаться. Ну, и вот, например, роль локальности какая? Предположим, что у вас запутанное состояние, предположим, вот, значит, влетел электрон в запутанном состоянии в прибор, и у прибора, значит, он оказался в запутанном состоянии, поинтер вверх и поинтер вниз. Это макроскопические различные состояния. То есть весь смысл прибора в том, что он усиливает в некотором роде вот то, что было для одного электрона, он делает это для нас возможным увидеть. Но дальше выясняется, они находятся в пространстве немножко в разных местах. Это значит, что фотон может удариться об эту ручку, но не об эту. И об это положение, но не об это положение. Какой-то посторонний фотон из среды, а их там миллион, значит, среда начинает наблюдать эту историю и выясняет, что она начинает их различать. И запутанность между вот этими состояниями прибора уходит в среду, и нам достается только какое-то одно из них, потому что они различаются. Там есть вероятностный процесс, какое достанется. Задача вывести вероятности прямо вот из этого идеи до когеренции. Это сложная, это амбициозная задача. Те, кто ею занимается, утверждают, что они ее почти решили. Но те, кто смотрит на их со стороны, говорят, вам еще нужно немножко поработать. Но есть амбициозная задача даже вывести вероятность. Так или иначе, вероятности есть. Мы с той или иной вероятностью, нам достается или тот результат, или другой, из-за того, что среда мониторит и различает макроскопически различные компоненты в этой единой квантово-механической ерунде. Вот это слово, интересно, вы произнесли, гео... Как еще раз? Декогеренция. Нет, другое. Которая движущая сила... Гамильтониан. Гамильтониан. Движущая сила... Да, то, что движет мир вперед. Вот, очень интересно. В этом аспекте я хотел представить, а много ли среди физиков верующих? Не знаю. А гамильтониан может быть доказательством, не знаю, креационизма? Нет, гамильтониан – это техническое средство, которое частью уравнения Шрёдингера. Ну, может ли дифференциальное уравнение быть доказательством креационизма? Ну, мне трудно себе это представить. Так что это техническое средство, но по смыслу это энергия, которая принимает специальный вид математический, который умеет толкать волновую функцию. Она пропихивает ее вперед по времени. В этом, собственно, спасибо Шрёдингеру. В этом, собственно, смысл уравнения Шрёдингера. Я вам сейчас словами пересказал о уравнении Шрёдингера. Энергия принимает специальный вид и пинает волновую функцию так, что она развивается вперед по времени. Вот, все. Философский смысл в этом можно усмотреть при желании. Да, когда в мире что-то меняется, что-то развивается. Вот в обычном, даже в привычных нам терминах, это всегда происходит с каким-то обменом энергии, с переходом энергии из одной формы в другую. Ну, не знаю, там звук в свет, в тепло, ну, что угодно. В общем, там гравитация в ядерную энергию. Всё происходящее так или иначе связано с обменом энергии. В этом смысле энергия – штука, которая, с одной стороны, она не закон сходя энергии, но, с другой стороны, она связана с изменениями в мире. Ну, это философская интерпретация. Философский такой, знаете, дополнительный такой. К тому факту, что знание энергии для всех конфигураций системы позволяет вам объяснить, как эта система будет развиваться во времени. В ней закодировано развитие системы во времени. С течением времени сам гамильтейян может меняться или ещё что-то может происходить. Так что тут не то, что всё предопределено, если вам так показалось и всё известно. Но, тем не менее, это факт. И, более того, даже в классической механике так. Есть замечательный формализм, который говорит, что если вы знаете энергию системы для всех-всех-всех-всех мыслей и конфигураций, то у вас есть математический способ, только пользуясь только этим знанием, запустить на бумаге или в компьютере, запустить эволюцию этой системы. В квантовую теорию это переносится через уравнение Шрёдингера или через уравнение Гайзенберга. Это две конкурирующие системы. Так, они возникли. Два конкурирующего взгляда на квантовую механику. Но энергия правит миром в этом смысле. Но, с другой стороны, это технический момент, потому что это кусок уравнения. Я это услышал так, что как будто бы я писал программу и заложил там специальный алгоритм, который заставлял бы каждый раз делать программу ещё один шажочек вперёд. Вот я это так услышал. Это правильно аналогия или нет? Ну, конечно. Он так и есть. Там вы описываете что-то, и вы делаете ещё один маленький шажочек вперёд. Руководствуясь чем? Руководствуясь тем, какая сейчас энергия системы в этой конфигурации. Да, это, конечно, так. Это так и есть. Да. Ну, и это просто закон движения. Мьютоновские законы так можно переформулировать. Просто в квантомеханике это всё перенеслось вот в это абстрактное Гильбертово пространство, и там возникла та проблема, что этих состояний страшно много, гораздо больше, чем нам нужно для разумного описания мира из-за вот этой вот суперпозиции. Всё, с чем можно сложить, с чем угодно, с произвольными коэффициентами. Выражаете огромное количество состояний, которые у нас ничему не соответствуют. Тот айнселекшн, о котором я говорил, селектирование, отбор за счёт среды. Оно, собственно, и призвано объяснить, каким образом взаимодействие со средой. Из-за этого колоссального многообразия выделяет то, что имеет шансы стать классическим и превратиться в классическое описание. То, что вы говорите сейчас про классические объекты, для меня звучит так, что мы являемся классическими объектами с определённой вероятностью. То есть стол с какой-то вероятностью является столом. Я бы так сказал. Мы являемся классическими объектами. Во-первых, мы являемся. Во-вторых, мы большие. Вот прям какой важный момент. Это вот прям важный момент. Понимаете? Вот все разговоры о том, какие бы мы были. Сейчас какие-то фильмы есть модные про то. Какими бы мы были, что бы мы видели, если бы мы оказались в квантовом мире, они лишены какого бы то... Ну, их невозможно. Это очень мило так рассуждать. И очень весело. Но какого-то научного содержания они лишены. Потому что мы всю свою сложность, память, представление о воспоминаниях, времени и так далее, мы не можем сохранить с собой, если мы станем маленькими. Поэтому мы существуем как большими. Из-за этого мы классические. Но вопрос про стол. Стол является столом с вероятностью 99,99 с чем-то там? Или 100%? Я воспринимаю стол как классический, потому что... Ну, смотрите. Тут опять зависит от того... Если вы последователь Эверетта и многих вселенных, то, значит, предположим, что со столом могло происходить 3 или 4 или 24 разных вещей одновременно. И тогда, значит, 24 копии меня сидит по этим 24 вселенным и каждый наслаждается столом, который вот какой-то один для него. Но, кстати говоря, здесь декагеренция, вот тот самый механизм, тоже помогает до некоторой степени, по крайней мере, так его продвигатели, так говорят, помогает понять, когда именно вселенные делятся на такие, которые не сходятся, которые вот декагерировали друг с другом. Вот. Но, в общем, стол... Если вы не экстремист многовселенной, эверетской интерпретации, то, значит, мы живем в одной вселенной. И стол... Я наблюдаю стол классическим, потому что мне досталось, если он находился вдруг в суперпозиции, мне достался какой-то вариант из... С некоторой вероятностью мне достался тот или иной вариант. Но если это прибор, не стол, а там прибор, вот с этой ручкой вверх, ручкой вниз, я увидел тот или иной вариант из-за того, что среда постоянно... Воздух, воздух, все на свете. Свет, воздух, магнитные поля. Все, вообще все. То, чего нельзя изолироваться. Наблюдала, мониторила этот стол, этот прибор и выбрала какой-то один вариант для меня. Что такое красота с точки зрения физика? Потому что антрополог ответит одним образом, культуролог ответит другим образом. А что физик скажет? Ну, странная история красота с точки зрения физика. Да, с одной стороны, она есть. И есть такие там пропоненты этой идеи, типа Дирака, что уравнения непременно должны быть обалденско красивыми, то есть какими-то изящными. Наверное, это минимализм, пусть достигнутый высоко развитыми средствами. То есть это вот что. Вы изучаете... Ну, вот уравнение Дирака прям классический пример. Вы некоторое время изучаете совершенно непонятные и доселе неизвестные вам вещи, странные, какие-то там алгебру Клиффорда, потом выясняете, что у нее есть представление, потом выясняете, они эквивалентные там все, потом представление в виде матрицы, там четыре на четыре, записываете с их помощью уравнения и бац! Оно оказывается... Когда вы все упаковали, вот это все знание в некоторые вещи, несущие на себе правила обращения с ними, это прямо очень важно, у вас возникло емкое, простое, короткое, очень емкое выражение. И это с точки зрения теоретической физики красота. Уравнения Эйнштейна до некоторой степени красивые, если не считать того, что... Ну, там та же самая история. Вы очень долго развиваете дифференциальную геометрию, имеете дело вот с такими выражениями, сворачиваете их сначала в такие, потом в такие, потом в такие, потом вот так, кладете эти в уравнения, бабах, уравнения, сами про себя все знают, записано компакто, там три слагаемых, вот так вот если глазами смотреть, но за ними скрываются вот-вот столько, вот столько. Красиво? Ну да, потому что выразительно и экономно. Вот. И люди к этому привыкли. И вроде это начинает играть с людьми сейчас, ну, с физиками, может быть, даже и плохую шутку. Потому что привычка к тому, что все правильное должно быть красиво, она, ну, это ни на чем не основано. До сих пор так часто было. Но уже, например, лагерджан стандартной модели. Это вот такой набор слагаемых. Каждая из них довольно емкая, но они не упаковываются все вместе во что-то вот такое. Вот это там, вот если его полностью написать, это все равно вот столько. И мечта о том, что мы, может быть, найдем какую-то теорию более общую, более, извините, красивую, стоящую за стандартной моделью, наверное, там, ага, значит, вот это все упакуется во что-то, возникнет понимание о том, что это разные части, разные осколки чего-то одного, там, может быть, попорченные каким-нибудь там аналогом Хиггса или чего-то еще, вы их соберете вместе во что-то такое единое и убедительное. Совершенно ниоткуда не следует, что это должно иметь место. И, значит, тут есть, соответственно, две школы мысли. Одна говорит, что так всегда было, и поэтому мы должны стремиться всегда к красивым вещам. По-видимому, определение красивости операциональное такое. емко и эффективно. Коротко и при этом эффективно. А другая школа мысли говорит, мы должны следовать за природой, какая она есть. И нигде нет такого закона природы, что ее законы должны быть красивыми. А могут быть такие какие-то фундаментальные свойства у природы, которые ведут к минимализму. Мы смотрим на снежинку, они все разные, но они все очень красивые. Или нам так кажется, потому что мы свое определение красивости делаем из того, что снежинки такие. Знаете, я думаю, что вы затронули другой аспект того, о чем мне надо было сказать, сразу отвечая на ваш вопрос. Что красиво еще, когда туда воплощены некоторые симметрии. Вот в снежинке очевидны некоторые симметрии. Если вы ее очень сильно исказите, то клянусь, вы скажете, снежинка, ну вообще какая-то некрасивая, дурацкая снежинка. Ну вообще, может быть, она интересна именно этим, потому что таких снежинок мало, но вообще-то некрасиво. Поэтому, когда я говорю про упаковку, эффективную упаковку, это почти всегда достигается за счет понимания того, какая симметрия рождает одни слагаемые из других. Вот идеал стандартной модели – это собрать вот эту всю гармошку, собрать вместе за счет того, чтобы понять, какие единые симметрийные принципы производят одно из другого. Что это все есть куски единого. То есть, это такая некоторая тяга к единству, управляемая внутренней гармонией. Ну что такое симметрия? Это что-то не меняется, но стол круглый. Это значит, что я могу его повернуть на любое количество градусов, и мне будет за ним сидеть точно так же комфортно. Правда, есть ножки, нарушающие симметрию. Я могу оказаться сидящим верхом на ножке. Но вот если этого нет, то мне правда все равно, как стол повернут. Ножки нарушают симметрию, но не очень сильно. Я все-таки могу его вращать, но нужно помнить про ножки. Вот в физике прям вот такая вот история. Есть мы до какого-то момента времени развитие физики шло в виде поиска симметрий, которые управляют миром следующим образом. Это структуры мира не меняются, если вот это заменить на это, это на это, это на это, хотя все это в мире присутствует. Но правда есть ножки. Вот там Хиггс нарушает некоторую ключевую симметрию, вот прямо как ножка у этого стола. И значит, вроде все симметрично, но нужно помнить, что вот здесь вот что-то выступает. Но мы понимаем, благодаря чему. Примерно благодаря Хиггсу. Это такая очень грубая метафора. Но может быть, это красота. Действительно ли симметрии правят миром? Действительно ли они каким-то образом воплощены в природу, во Вселенную на базе на фундаментальном уровне? Это прям хороший вопрос. Все современные физические теории, которые мы знаем, основаны на каком-то принципе симметрии. И поиск единых теорий – это поиск объединяющих симметрий. Должны они быть? Не должны они быть? Самая непостижимая теория, которую мы никак не можем поймать – это объединение квантовой механики и гравитации. Будут ли там такие принципы? Это правда неизвестно. И это такой пифагерийский, конечно, вопрос. Потому что если это действительно так, то возникает такой вопрос, на который нет ясного ответа. Но вот если они руководили эволюцией Вселенной, так или иначе, преломляясь, как-то там дробясь, но симметрией как-то руководили эволюцией Вселенной с первых мгновений, то значит ли это, что они ей предшествовали? А если так, то где они, черт возьми, были записаны, когда Вселенной еще не было? Если она как бы возникала уже в соответствии вот с этими вот правилами, то тогда где были записаны правила? На этот вопрос нет ясного ответа. Ну и на большинство вопросов, которые мы сегодня обсуждали, однозначного ответа нет. Это не значит, что о них не надо думать. Это правда вещи, о которых нужно размышлять и вопросы, которые, в общем, надо себе все время задавать. Пусть даже мы далеки от такого вот, знаете, решения, которое прямо вот в виде одной формулы. Я думаю, что его никогда не будет для тех вопросов, которые мы обсуждаем. Но именно в том числе и потому, что мы вот осознали в последнее время, что важна роль сложности. Одно дело, что делают там элементарные составляющие объекты, удовлетворяющие прекрасным уравнением, все вместе удовлетворяют уравнением. Но дальше эта Вселенная делится по факту, вот она поделена на какие-то системы. Мы одна из таких систем, каждый из нас, и мы, и даже, и вот наш мир, который вокруг нас возник. В общем, это вопрос сложности мира. Мне кажется, что это то, что будет изучаться еще довольно долго, без идеи, надежды получить щелчком пальцев одно единое уравнение, но со все более глубоким пониманием того, чем мы являемся в этом мире и как мы с ним взаимодействуем. Может быть, проблема как раз в том и заключается, что наша идея о том, что мир прекрасный, единый, цельный и минималистичный, мы пытаемся эту идею наложить на наше изучение, и от этого не складывается. Нет, иногда складывается, и более того, во многих случаях складывалось. Сейчас, может быть, все, что можно было таким образом сложить, мы уже сложили. Это неизвестно. Это правда неизвестно. Это только будущее покажет, но интересного в любом случае очень много. Excitement гарантия, выражаясь словами Илона Маска, по другому поводу. И вот так мы закруглились на то, с чего и начинали. Но, может быть, продолжим эту тему еще через год. Так что спасибо, что посмотрели. Спасибо большое, Алексей Семехатов. Было очень интересно. Спасибо всем. До свидания. Спасибо, друзья, что посмотрели. Подписывайтесь, жмите колокольчик, жмите лайк. Это основа. Меня зовут Борис Уденский. Счастливо. О, С, М, О, Э, А.